Я мотался этот год, потому что должен был везде выступать, лекцией встать во многих странах. И я в своей жизни не видел такого энтузиазма людей, близких наук, или совсем даже не науки, как они воспринимают вот это открытие, которое было сделано 150 лет тому назад. Все-таки люди, наверное, не безразличны к открытиям, к науке, они любят в общем науку. Поэтому это очень важно. И это я вот первый раз увидел во всех местах, везде по-разному, но с большим воодушевлением. Вот это первое. А лично для меня, ну, мы-то, знаете, мы как-то вот тоже привыкли встречать престольные праздники трудовыми достижениями какими-то, да? Вот, поэтому еще не отвыкли, слава Богу, от этого. И для нас это был очень сложный год, потому что новая лаборатория, новый ускоритель, который мы задумали в 2012 году, мы, наконец, его запустили. И эта лаборатория называется фабрикой сверхтяжелых элементов. Фабрика в том смысле, что то, что мы делали раньше, теперь мы это можем делать в количестве в сто раз больше. Это раскрывает нам горизонты, конечно, дает нам больше возможности дотянуться до того, до чего раньше мы дотянуться не могли. Вот это было, наверное, самым важным, и надо было, значит, сочетать гениальность Дмитрия Ивановича в 150-летие и, значит, вот то, что вот нужно делать сегодня каждый день, и чтобы это все работало так, как надо. Ну, пока идет, хотя не без проблем, но идет, ну, слава Богу, пока все по плану. Значит, год кончится 5 декабря. Он начался в Париже 29-го, и здесь, в ямбаря, и здесь кончится 5 декабря в Токио. Вот у них кончится год, а у нас начинается вот такая сумасшедшая жизнь, потому что вот все это работает, и надо начинать эти эксперименты. Все ждут. Да и мы сами, в общем, понимаем, что это надо торопиться, с одной стороны. Но, с другой стороны, это, ну, вот такого, я не знаю, бывает ли в какой-то другой науке, чтобы через 150 лет была такая огромная интрига научная, как это вообще дальше будет идти. Вот, не знаю, вот закон всемирного тяготения, он есть и есть, но вот все понятно. А здесь вот дальше, 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 все-таки это есть один из законов природы, который лежит в основе мироздания, понимаете. И пока люди пытаются понять, как устроен мир, это все время будет актуально, это все время будет меняться. И вот это в зависимости от того, что, как мы это понимаем, мы и предсказания получаются разные. И я думаю, что вот это вот, вот это и есть то, что надо сейчас уже с новыми силами, я надеюсь, с новым поколением, значит, в общем, так сказать, делать. И делать, в общем, довольно-таки интенсивно. — Ну, Рейтон Анатольевич, у премии у Телеева есть шансы стать второй Нобелевской премией и вот прям внести какое-то место, такое небанальное форму? — Вы знаете, я немножко по-другому отношусь к этому. Мне кажется, что наше общество сильно подогрета вот этими премиями. Понимаете, все-таки премия — это есть не больше, чем премия. Это мы должны всегда понимать. Оценка работы не может быть оценена по премиям. Это не так, потому что премия всегда выбирает лучшие из лучших. Но это вовсе не означает, что та работа была не лучшая. Ну, вы знаете, да, как это вот бывает. Поэтому мне очень нравится, что, и я уже говорил об этом, что ЮНЕСКО с помощью наших академий учредила вот эту премию, потому что это действительно достойная премия, ибо люди, которые будут заняты вот в этой науке, их очень много во всех странах. И поэтому вот эта такая целевая премия, как премия Менделеева, вот видите, сколько, то, что я говорил, какой энтузиаст, какой интерес, ну, конечно, это должно быть. Это должно быть, это очень умно, это очень правильно. Вот, а как это будет, кто может предсказать, как будет развиваться наука, какие будут открытия, поэтому премия, а это не отлавливает, понимаете, премия, она все делает по сфактуму. Таблица исчерпаема? Таблица, конечно, все исчерпаема, в мире все исчерпаема, и таблица тоже. Вообще-то, говорится, если закрыть глаза и сказать, ну, сколько может быть элементов, 172, 173. Но мы не знаем, мы дойдем до этого, потому что может и существовать ядро с атомным весом 172 или 173. Для нас это вообще было откровенней, что вот такие вот, за 50 лет 40 единиц, от 250 до 294. Это как, вот это, когда, понимаете, когда касается дела элементов, то вот эта электронная структура вокруг ядра, это базируется на очень строгой теории квантовой электродинамики. Это действительно строгая теория, там можно посчитать. Когда же мы говорим о ядре, нет еще такой теории. Мы еще не знаем ядерных сил, там-то электромагнитная сила, здесь ядерные силы, мы еще не знаем. Мы еще не знаем так называемого сильного взаимодействия, это уже чистая физика. Поэтому мы работаем, для ядра мы работаем в моделях, для электронной структуры мы работаем в строгой теории. Поэтому все равно остается вот это вот исследование ядра, как одно из основных занятий в определении границ этой периодической таблицы. Пока будут ядра, будут, так я бы скажу. Продолжение следует...